Я приветствую вас на канале Банковский. Разберем тему, можно ли перевести деньги с кредитной карты Тинькофф, на карту Сбербанка и какая будет комиссия. Можно, конечно, перевести, но сразу в теме вопроса есть ответ, что перевод будет совершаться с комиссией. Как и с любой карточки кредитной, любого банка, при переводе денежных средств на другую карту будет комиссия. Потому что перевод сопоставим с снятием наличных с кредитной карты, что, соответственно, за собой несет точно так же комиссию за снятие. И у каждого банка, наверное, одинаковые условия, то есть какой процент идет за снятие, такой же процент идет и за перевод с кредитной карты на какую-то другую. В данном случае у Тинькофф достаточно-таки большая комиссия, скажем так. К примеру, взять, если карту Тинькофф Платину, то у данной карты комиссия составляет 2,9% и плюс еще 290 рублей. И сразу же с момента снятия с этого дня начинают начисляться проценты на переведенную сумму денежных средств. А у Тинькофф Платину, у карты комиссия, чья процентная ставка годовая, там, до 50% может быть. То есть, представляете, да, за снятые какие-то там тысячи рублей, вы сверху положите там еще тысячу, наверное. То есть, как бы почти 100% сверху отдадите за то, что в эту тысячу рублей перевели из карты на карту. Поэтому лучше любой картой банковской и кредитной пользоваться как для оплаты покупок, а не для того, чтобы с нее снимать деньги, переводить на какую-то другую карту. Тогда вы получите выгодные условия и будете пользоваться льготным периодом и не платить проценты. Каких-то фишек и уловок, как же переводить деньги с кредитной карты Тинькофф на другую карту банка без комиссии, нет. К сожалению, я их не нашла тоже, я все перерыла, перескала какие-то возможности, моменты, как это можно сделать. Но, однако, у Тинькофф не такая уж и маленькая комиссия, поэтому, конечно, понятно, что они не дадут какой-то возможности для того, чтобы перевести деньги с кредитной карты без комиссии на другую карту. Если вам нужно снять какую-то сумму или вам нужна какая-то сумма денежных средств, то вам проще оформить обычный потребительский кредит, который будет с ежемесячными платежами, с меньшей процентной ставкой и уже пользоваться этими заемными деньгами и платить ежемесячные платежи за какой-то определенный срок. И это будет, конечно, намного выгоднее, чем перевод денег с кредитной карты на какую-то другую. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было записано специально для канала Банковский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!